Воскресенье прошли первые матчи турнира Кирей Челленджер и жеребьевка Тамирис Вимин 60. А национальный теннисный центр пристал перед нами во всей своей красе. Меня зовут Дидар Атмаджа и это дневники турниров Кубка Президента. В первом круге квалификации одиночного разряда турнира Кирей Челленджер Исламу Ренбасар уступил Артему Дубривному в двух сетах со счетом 1-6-3-6. Яросел Ярдильда со счетом 0-6-0-6 завершил участие в турнире, отдав победу украинскому теннисисту Алексею Крутых. Национальный теннисный центр не раз принимал турниры международного масштаба. И сейчас о нем поподробнее нам расскажет Илья Денисов. Сейчас мы находимся на центральной летней арене вместимостью 1080 мест. В условиях карантина и пандемии мы не можем проводить турниры со зрителями. Это одна из крупнейших центральных арен во всем Казахстане. Здесь расположено покрытие Харт. На период проведения турнира Кубок Президента на этом корте будут проходить преимущественно игры калакстанских теннисистов. Сейчас мы находимся на уличных кортах. Всего количества 9 штук. 6 из них будут игровыми и 3 тренировочных корта. На мужской турнир у нас заявлено порядка 100 игроков и на женский турнир порядка 80. Также мы можем видеть, у нас ведется прямая трансляция на спортивные каналы. И идет прямая трансляция на сайт kiteev.kz, где можно посмотреть самые интересные матчи. Сейчас мы находимся возле зоны отдыха для игроков. Их расположено 2. Здесь игроки могут между матчами, либо перед тренировками провести время, перекусить, просто отдохнуть. Там поддерживается комфортная температура, здесь размещены кондиционеры. Также мы внутри установили перегородки, благодаря которым соблюдается социальная дистанция. Для удобства игроков каждые 30 минут между кортом и отелем курсируют комфортабельные автобусы. Так как сейчас лето, они все с кондиционерами, и игроки располагаются внутри через одного в шахматном порядке для соблюдения социальной дистанции. Международные соревнования Международные соревнования – это прекрасная возможность не только поделиться культурой своих стран, но также и найти новых друзей. О дружбе и матчах с казахстанскими теннисистами нам рассказал россиянин Ян Бондаревский. Ян, это твой не первый турнир в Казахстане, ты довольно частый наш гость. Расскажи, пожалуйста, что тебя так притягивает сюда? Ну, во-первых, мне очень нравится организация турниров у вас, очень гостеприимно принимают, отношения очень прекрасные, позитивные. Во-вторых, корты мне очень нравятся, и в-третьих, я думаю, мне нравится очень сильно ваша еда, поэтому из-за еды я тоже часто приезжаю. Люблю покушать у вас. В парном разряде ты неоднократно выступал в паре с казахстанцем Григорием Ломакином. Расскажи, пожалуйста, почему вы решили играть вместе, вы нашли общий язык, общий стиль? Мы оба высокие, у нас очень хорошая подача, мы с лета играем очень хорошо, поэтому и психологически мы подходим друг к другу тоже, поэтому, думаю, мы выиграли уже два турнира все вместе и будем продолжать дальше играть. С кем из казахстанских теннисистов в будущем ты бы хотел сыграть в парном разряде? Я бы хотел сыграть с моим хорошим другом Дмитрием Попко, потому что мы с ним очень хорошо общаемся и часто видимся на турнирах, и, думаю, в скором времени мы с ним сможем сыграть турнир в паре. Ты левша. Есть ли какие-нибудь различия в технике или, может быть, даже преимущества над игроками, которые играют правой рукой? На самом деле преимущества есть, потому что в туре левшей намного меньше, и преимущество у нас очень большое, во второй квадрат мы подаем уходящую подачу, и, в принципе, им неудобно с нами играть с левшами, поэтому, думаю, у нас очень большое преимущество перед левшами. В технике особого различия нет, у каждого, на самом деле, своя техника, кому как удобно, как научился, так и играет. Сразу три казахстанские теннисистки попали в основную сетку одиночного разряда турнира «Тенери СВ-60». Гозель Айниддинова, Екатерина Дмитриченко, Жебек Куламбаева получили вайлдкарт и начнут свои матчи 13 июля. Дмитрий, можете, пожалуйста, поделиться общей информацией по турнирам, в особенности о комбо мужском и женском? Наконец-то мы дождались и запустили сегодня клуб президента, который стартует сегодня с мужских матчей и завтра с женских матчей. То есть это комбинированный турнир. Уникально то, что он совместный, два крупных турнира в одно время, поэтому достаточно интересно будет наблюдать матчи и мужского турнира, и женского турнира. Турнир в том году не проводился. Насколько сложно возвращаться после годичной паузы и какие особенности у турнира в этом году? Тяжело из-за ковидных ограничений. То есть мы должны придерживаться отдельно правил ITF, отдельно правил ATP. У каждой структуры свои правила. Поэтому комбинировать и те правила, и те немножко сложно, но мы с этим справились. Мы запустили турнир, и пока на данный момент у нас все очень хорошо идет. Мы очень рады этому. А можете, пожалуйста, поподробнее рассказать о призовом фонде о всех трех турнирах и очках? Призовый фонд, опять-таки, женского турнира — это 60 тысяч долларов. Это общий призовый фонд, что на одиночный разряд, что на парный разряд. Есть специальная таблица, по которой все распределяется. Мужские турниры, оба, которые идут на этой неделе, и следующий — это оба турнира категории Challenger 80. Это 80 очков победитель. Призовой фонд на этих турнирах на мужских — это 52 тысячи долларов каждый. Можно ли считать данный турнир репетицией перед ATP 250? Да, не только данные. Все турниры, которые в этом году прошли — и в Forte Challenger, и в Алмате Challenger. То есть все, что в феврале два подряд — это хорошая репетиция. И сейчас две подряд недели, три турнира в эти две недели. Мы готовы к проведению, дай бог, ATP. Дмитрий, сейчас вопрос лично к вам. Насколько сложно по такой жаре ходить в туфлях и без головного убора? Есть ли риск получить солнечный удар? Ну, мы стараемся прятаться. Нет-нет, так что я думаю, что риски всегда есть, но мы смотрим за собой. Потому что если мы за собой смотреть не будем, то кто что-то на турнир будет проводить. Поэтому мы должны и за собой смотреть, и за другими, чтобы наша команда была здорова и чтобы мы могли справиться с победителем турнира. Субтитры подогнал «Симон» В понедельник в первом круге одиночного разряда «Кирей Челленджер» сыграют казахстанцы Достанбек Ташбулатов и Бейбет Жукаев. В квалификации женского турнира выступят сразу шесть казахстанских теннисисток. Тамара Черкасова, Татьяна Николенко, София Чурсина, Елизавета Гнилозубова, Карина Резванова и Адель Исмогулова. Грядущий день обещает быть головокружительным. Ну, а вы не забывайте смотреть прямые трансляции на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана, а также следите за обновлениями на наших страницах в социальных сетях. С вами была Тидар Атмаджа. Пока!